За добрые дела. Рекордное количество. 2018 премий губернатора Московской области «Наша Подмосковья» получат жителей региона за воплощение социально значимых проектов в самых разных сферах деятельности. Об особенностях нынешнего конкурса, аналогов которому нет ни в одном субъекте Российской Федерации, на обучающем семинаре с представителями организаций и жителями рассказала начальник управления социальной коммуникацией, главного управления социальной коммуникацией Московской области Мария Исаева. Встреча прошла в районной администрации. На особое поощрение могут рассчитывать масштабные проекты в сфере волонтерства и добровольчества. Чем больше участников вовлечено в коллективную работу, тем больше размер премии. Важно, чтобы каждый член инициативной группы зарегистрировался на сайте премии и подтвердил участие в реализации проекта. У нас в этом году будут специальные премии в каждой из четырех категорий для волонтеров. Поэтому у нас предусмотрена также дополнительная экспертиза проектов в этом году. У нас будут профильные экспертные сообщества, такие как агентство стратегических инициатив, ассоциация волонтерских центров, общественные организации, такие как опора России, Всероссийская охрана природы, Всероссийская общественная организация охраны памятников и культурного наследия. Очень важно показать своим примером неравнодушие тем проблемам, которые существуют в нашем гражданском обществе. Своим участием в этом вы даете другим людям пример, и я уверен, что они подтянутся. Самое главное, чтобы та мысль, которую вы выносите, или группа людей, которые выносят эту мысль, была полезной для всех. И, как правило, это происходит. Поэтому столько лауреатов. Прием заявок в этом году начался раньше обычного, 6 марта, и продлится до 31 мая. С 13 июня запланированы презентации проектов в муниципалитетах. Обязательный этап для всех соискателей. А с 23 июля экспертный совет приступит к оценке заявок. Стартовала премия «Наша Подмосковья». Заявки принимаются до 31 мая. В ней могут принять участие как обычные граждане, физические лица, так и общественные организации. Важно защитить свой проект в общественной палате, администрации района или же в правительстве Московской области. Такая возможность будет предоставлена. Жительница сельского поселения Анисинской Ольга Азарова не раз становилась лауреатом губернаторской премии. В этом году она снова будет подавать заявку. Проект «Я донор» – это, конечно же, призыв о том, чтобы все люди, как можно больше людей, спасали чьи-то жизни, сдавали кровь. Потому что это очень важно. И мы призываем всех к этому. И ежегодно у нас проходит в год около четырех акций таких. К презентации необычного проекта готовится житель Щелкова Евгений Галенских. В нашем районе есть все предпосылки для того, чтобы здесь создать авиакосмический порт Деда Мороза и Снегурочки. Звездный городок Чкаловский аэродром, Монинский знаменитый авиационный аэродром. То есть мы будем через исторические артефакты воспитывать любовь к патриотическому воспитанию молодежи. И плюс сказка новогодняя. Премия «Наша Подмосковья» учреждена в 2013 году губернатором Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей. За пять лет от Щелковского района на премию было направлено 5628 проектов. 246 участников стали лауреатами. Щелковский район всегда отличается очень интересными, яркими проектами. У вас в городе очень большая активность в районе. Вот очень большая активность из 2000 победителей, 50 человек в Щелковском районе. Это довольно-таки очень большие, высокие показатели. Поэтому в этом году мы ждем такие же яркие, интересные, хорошие проекты. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».